15 лауреатов и 3 специальных приза в Самаре вручили престижную премию «Театральная муза». Всего на конкурс выдвинули 21 спектакль. Главное условие – каждый из них должен быть поставлен на региональной сцене. Лучшие из лучших получили заветные статуэтки и на этот раз прямо в свой профессиональный праздник – Международный день театра. Театральную музу называют «Самарским Оскаром» не случайно, ведь вот уже больше 20 лет она остается главной театральной премией региона. Несмотря на то, что вручение золотых статуэток – дело серьезное, каждое награждение проходит в атмосфере веселого капустника. Посмотрим, чем удивят артисты в свой профессиональный праздник. Зрители еще не успели занять свои места, а действо уже началось. Сцену украшает та самая золотая статуэтка, правда полутораметровая. Она оживает, чтобы выполнить непростую задачу, которую перед ней поставила строгая мельпомена – придумать спектакль, да к тому же самый лучший. В подарок самарским актерам и режиссерам в Международный день театра. Самарская театральная муза собралась. Ты не на Олимпе. 300 метров и ты на дне. Помогают ей в этом Шекспир и Мольер, Немирович Данченко и Станиславский. С такой командой уж точно получится шедевр. Мы с Шекспиром вам вдвоем про театр, про боем. Все же надо решить, быть в театру или не быть. А пока они ломают голову над подготовкой нового спектакля, награды распределяются между постановками, которые уже были показаны на разных площадках региона. Это возможность посоревноваться в профессиональном плане. Показать, кто в этом году смог интереснее раскрыть какой-то образ, кто сделал лучшую постановку. Для того, чтобы остальные тянулись за лучшими. И здесь дорогого стоит признание коллег. Это, по сути дела, дарит крылья любому актеру, любому режиссеру. Мы стараемся, чтобы была ежегодная ротация в жюри, чтобы люди менялись. Ну и одновременно было как можно меньше вопросов о суде, кто. Чтобы это люди, доказавшие свою творческую состоятельность, попали в жюри. И начинаются разъезды по всем театрам области. Причем смотрят по два состава. Это большая, очень трудоемкая. Но, как говорят коллеги, которые побывали хотя бы раз в жюри, это очень интересно. И у членов жюри работы оказалось немало. Ведь прошлый сезон был богат на премьеры. Впервые на «Золотую маску» были номинированы сразу три театра. Театр оперы и «Леди Магбет» Мценского уезда. Театр драмы с «Историей лошади» и «Новокуйбышевская грань» с постановкой «Корабль дураков». Не обошла вниманием эти спектакли и театральная муза. Успех, наверное, в честном отношении профессии. Всех актеров, мое, всех тех, кто этот спектакль создавал, создает, кто над ним работает. Но для нас очень важно, что вот эта камерность и приближенность зрителя к нам, к актерам, к сцене, она дает возможность соединения. Это дорого стоит. К слову, «Новокуйбышевский король Лир» получил сразу две спецпремии за лучший спектакль и актерский ансамбль. Отметили работу молодых актеров театра драмы Натальи Ионовой и Владимира Морякина. Не зря в «Историей лошади» ставку делали на новые имена. Лучшей солисткой оперы признана Ирина Янцева, а лучшим солистом Андрей Антонов. Отличились тольятинцы, отметили Ольгу Самарцеву из театра «Колесо» и Константина Федосеева из «Дилижанса». А в творческую командировку в Москву отправится Елена Остапенко, театр «Самарская площадь». Мария Акимова, Сергей Костин. Новости губернии.